Я тут недавно узнал, что в России при космодромах теперь есть должность священника. Он вот это вот, абу-бабу-бабу-бабу, вот освещает все эти ракеты, а они все равно падают. Я так полагаю, что халтурят они, конечно. На эту тему вот такой стишок. Не люблю я эту хиромантию, раздражение прямо через край. Взялся освещать, давай гарантию. Не уверен, брось, не освещай. Понимает и ребенок маленький, гарантийный назначают срок даже на китайские фонарики. А ракета ж посложней чуток. Инженеры чё-то набуравили, закрепи. Не пожалей, елей. А тебе ж судить о православии будут басурмане всех мастей. Почему всё не проверил загодя и кадила не заправил, блин? Здесь на мировой не спишешь заговор. Освещал ракету неровин. Тот от гнева божьего не скроется, кто потрафил лютому врагу и святую опозорил троицу, Путина Рогозина Шойгу. Если нацепил скотина Рясу, соответствуй в бога душу мать. Отлучить от церкви лоботряса. На весь мир наш опозорил, блядь. А ещё недавно была замечательная тема, которая в новостях. Она звучала так. Психически неустойчивый космонавт. Мог просверлить дыру в МКС. Заявили в Госдуме. Все три части прекрасны, я считаю. Тает месяц карамелью, ветерок гуляет. Космонавт в ракете дрелью дырку ковыряет. Пролагать довольно сложно в космосе маршруты. Но летит герой, возможно, малось ебанудый. Возразишь ты мне, и даже в чём-то будешь прав ты. Не берут, мол, ебанашек наши космонавты. Я отвечу. Так бывало при Титове с Гречкой. А сегодня денег мало, и мозгов утечка. Хоть психически болезненных здесь у нас хватает, но в Госдуму все не влезли. Вот он и летает.